Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно благодарю за молитву обо мне, за то, что сегодня вы вместе совершили Божественную Литургию. И я чувствовал, что молится сегодня за меня не только благочестивое паство под сводами этого храма, но многие-многие в нашей Церкви. И, наверное, без этой соборной молитвы за Патриарха, которая выражается не только в уставном поминовении за каждым богослужением, но знаю, что к этому уставному поминовению люди прикладывают и сердечное воздыхание ко Господу. О вспомоществовании Патриарху внесение Его Креста. 55 лет тому назад, я хорошо помню тот день, служба была в Троицком соборе Александра Невской Лавры. И вот перед Хиротонией, я, как и полагается, перед Яконской стоял с сосудом для архиерейского омовения, перед иконостасом. И в этот момент услышал Прокимин «Благовестите день одни спасения Бога нашего». И меня прямо какой-то силой пронзило. Я сказал самому себе, вот это и должен быть символ твоей жизни. Это должно быть знаменем твоей жизни. «Благовестить день одни спасения Бога нашего». Ну и Господь поспешивствовал так, что на всех тех местах, куда священно началие по промыслу Божию направляло меня, будь то в то время Ленинградские духовные школы, Смоленская епархия, а затем и ответственное служение председателя отдела внешнецерковных связей, ну а затем и патриаршее служение. В течение всего этого времени я чувствовал вот эту помощь Божию. Чувствовал, как Господь помогает меня благовествовать. И не только во время церковной проповеди, но стараясь включить благовестие во все те деяния, которые патриарх должен совершать. Потому что только тогда они наполняются спасительным содержанием. Даже дела административные, даже хозяйственные, даже дисциплинарные и многие другие, они обретают спасительное значение для людей и для самого патриарха тогда, когда наполняются силой благодати Божией. И вот с этими словами «благовестите день о дне спасения Бога нашего» я как бы и живу до сегодняшнего дня. Осознавая, что сегодня, будучи патриархом, я не могу в одиночку не только реализовать эти слова, но и вообще осуществлять свое служение, благодарю Бога за всех моих помощников, которых мне Господь давал и дает. Это мои собратья, сослужители. Это те люди, которые помогают мне, в том числе окружая меня в моей жизни. Это многие другие труженики, которые во многом помогают патриарху, даже, может быть, не зная о том, что они ему помогают, а служа беззаветно Церкви Божией. Поэтому первое мое слово ко всем вам, а через вас ко всей нашей Церкви. Это благодарность за ваши молитвы, за ваше соработничество, за ваши труды, за ваше доверие к патриарху, еще и еще раз скажу, за ваши молитвы, в которых патриарх очень и очень нуждается. Потому что силой человеческой достойно нести патриарший крест невозможно, а возможно только тогда, когда это крестоношение разделяет с ним вся Церковь, епископат, духовенство, монашествующие и верующие люди наши. Пусть благословение Божие пребывает с нашей Церковью, помогает нам проходить и сегодня очень непростыми путями, которые Господь нам всем уготовал. Мы живем в особое время, хотя нету не особых времен, потому что даже в самое благополучное время могут произойти самые неблагополучные деяния, человеческие, греховные. И наша русская национальная история так этим наполнена, вот этим удивительным использованием благополучных лет и даже дней для того, чтобы произвести страшные перемены в нашей жизни, низвергнуть строй государственный, разорить Церковь, пытаться уничтожить веру. Все это мы помним. А потому еще и еще раз, обращаясь к Господу, мы должны призывать Его помощь на нашу жизнь, на наше служение. Но, конечно, особенно вот это обращение к Богу присутствует в молитвах Патриарха. Но эти бы молитвы, еще раз хочу подчеркнуть, не достигали бы, может быть, престола Божьего, так, как они сейчас достигают, и то, что я чувствую на себе, если бы эти молитвы не разделяла со мной вся Церковь. Поэтому еще и еще раз благодарю вас, владыки архипастыри, изде присутствующие, и обращаясь ко всему епископату Русской Церкви, всех вас, мои дорогие святители, благодарю за соучастие в том труде, которое по вашему же выбору осуществляет нынешний Патриарх. Благодарю наше духовенство, наши приходы, наши монастыри, наш верующий народ, нашу церковную молодежь за все то, что сегодня совершается в Церкви нашей, укрепляя веру православную в людях. Пусть покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над народом нашим, над странами, которые образуют историческую Русь, над Церковью нашей, и над всеми, кто с верой, надеждой взирает на Господа, обращая к Нему свои молитвы и с любовью к ближним осуществляет свое христианское делание. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok